Всем привет! С вами эксперт компании Poli.ru Андрей Семенов. Сегодня мы с вами рассмотрим несколько новинок в категории усилителей, которые поступили в продажу в 2020 году. Но прежде чем мы приступим к обзору, я расскажу вам о розыгрыше, который мы проводим для вас, наши дорогие зрители. Мы хотим подарить одному из вас вот такую колонку Sony SRS-XB21. Условия розыгрыша такие. Смотрите это видео внимательно. Мы покажем в процессе несколько вот таких смайликов, а вам нужно будет их посчитать и написать комментарии с их количеством. Также после комментариев поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. 28 августа 2020 года мы определим случайного победителя из тех, кто выполнил все условия. Я желаю вам удачи. Ну что ж, давайте посмотрим на новинки усилителей. Поехали! Британской компанией Arkham, расположенной в Кембридже, на востоке Англии, в следующем году исполнится уже 45 лет. Она, пожалуй, что одинаково хорошо известна как поклонникам традиционной стереотехники, так и владельцам домашних кинотеатров. В самом начале 2018 года появились первые сведения о новой серии HDA, идущий на смену хорошо известный FMJ. А на прошлогодней выставке в Мюнхене компания показала флагман этой серии интегральный усилитель СА-30, который сейчас перед вами. Единственное, что он работает в классе G, но обо всем по порядку. Аппарат имеет вполне стандартный габарит и весит чуть более 10 кг. Выходная мощность при нагрузке в 4 Ом составляет 220 Вт на канал. При этом относительно негромкие фрагменты усилители отрабатывают в чистом классе А. К нему можно подключить до 5 аналоговых источников, включая винил с головкой как ММ, так и МС, а также до 4 цифровых. В качестве цифроаналогового преобразователя установлен конвертер ES9038 с поддержкой MQA. Усилитель оснащен полноценным встроенным стримером и поддерживает Spotify, Deezer, Tidal и Cobus. Помимо этого аппарат совместим с Google Chromecast, Apple Airplay 2, UPnP и Rune. Еще больше возможностей обеспечивает фирменное приложение Music Life. Более того, с помощью встроенной системы коррекции акустики помещений, Deezer Live усилитель можно приспособить к звучанию даже в самой проблемной комнате. И, наконец, у него есть HDMI-вход с возвратным аудиоканалом, что позволит при необходимости подключить его к телевизору. А поддержка Control 4 и Crystron облегчит возможную мультирумную инсталляцию. А что же с усилением? Суть в том, что выходные каскады тут запитаны не одной, а двумя шинами. При этом от первой аппарат работает в классе А на низких уровнях сигнала, а от второй обеспечивает уже полную мощность. Таким образом не только экономится потребление энергии, но и схемы работают в более щадящем режиме, что в первую очередь увеличивает надежность. Звучит усилитель в хорошем смысле слова совершенно не по-английски. То есть в нем нет ни намека на типичную британские сдержанность и чопорность. Это очень открытая детальная подача с прекрасной динамикой. При этом без малейших признаков зажатости или искажений. Система калибровки акустики работает превосходно. Единственное, что следует иметь в виду, при ее активации аналоговый сигнал будет подвергаться оцифровке. Чтобы этого избежать, можно задействовать режим Analog Direct. А для любителей цифровых фокусов есть целых 7 различных фильтров. Кстати, с помощью веб-интерфейса вы можете даже воспроизводить через усилитель DSD-файлы с USB-носителем. Американскую компанию Legacy Audio основал в 1983 году Билл Даддлстон. Выпускник Иллинойского университета, химик по образованию и настоящий любитель музыки по призванию. Известна она в первую очередь своими оригинальными акустическими системами. Но в ее ассортименте есть и электроника. В частности, в начале этого года была представлена серия-вусилитель iVIP, в которую входят практически все варианты оконечников от моноблока до восьмиканальной модели. Перед нами стереоаппарат. Внешность аппарата, если не безупречна, то близка к таковой. Вороненый металл, медь и карбон – практически идеальное сочетание. Усилитель выглядит одновременно и сдержанно, и роскошно. Но, безусловно, самое интересное находится внутри. Выходные каскады построены по технологии Ace AG, которая обеспечивает КПД до 80%. Плюс теперь можно попрощаться с надоедливым гулом сетевого трансформатора и существенным нагревом радиаторов. Номинальная мощность аппарата превышает 600 Вт на канал при нагрузке 8 Ом. На 4,2 Ом отдаёт киловатт, а пиковая мощность ещё на 20% выше. Собственно говоря, название серии подразумевает недюжинные возможности этих усилителей, по частности, тока и напряжения. В данном случае их пиковые значения могут составлять 38 Ампер и 98 Вольт. То есть сложенных колонок для них просто не существует, вне зависимости от импенданца прочих параметров. Удивительно, что на слух импульсная природа как блока питания усилителя, так и его оконечных каскадов совершенно себя не проявляет. Получается, что от класса D тут только мощность и КПД. Прежде всего бросается в глаза, вернее в уши, филигранное точное соблюдение не только макродинамических, что свойственно для таких масштабных решений, но и микродинамических контрастов. Глубокий и уверенный нижний регистр с прекрасным контролем за динамиками в принципе не удивил. Всё-таки класс аппарата обязывает, а вот деликатность середины и протяжённость вверх – это действительно серьёзная заслуга разработчиков. Причём вверх – это вообще ахиллесовая пята с ШИМ-технологией. А тут есть и мёртвая тишина в паузах, и атмосфера воздуха, и шелковистые тембры. Сценические возможности полностью соответствуют потенциалу записи и формата. Глупо искать их в МП-3, и можно смело наслаждаться ими в хайрезах. Это, безусловно, усилитель с большой буквы, и ему явно подойдут такие же колонки, а заодно и помещения, не скрадывающие их потенциал. Что же касается музыкального материала, противопоказаний тут не существует. За последнюю тысячу лет Норвегия прошла путь от завоевательных походов викингов до ведущих позиций в экспорте нефти и производстве электроэнергии. Деньги и электричество – идеальное сочетание для качественной домашней аудиотехники. Норвежская компания «Электропонет» уже почти полвека. Её продукцию знают любители музыки по всему миру. Усилитель – это её конёк, поэтому мы решили познакомиться сразу с двумя новыми моделями. Начнём с более доступной. Интегральный усилитель 80D выполнен относительно компактным по высоте, но тем не менее в полноразмерном форум-факторе. У него есть пара традиционных аналогов входов и целых пять цифровых, но это лишь вершины айсберга. Он оснащён полноценным MM-фанокорректором, у которого есть даже Rocket Filter на 14 Гц, а также Bluetooth пятого поколения с поддержкой PX-HD. Таким образом, музыку можно как отправлять в усилитель с любого мобильного или стационарного устройства, так и получать, например, с помощью беспроводных наушников. Впрочем, и для традиционных проводных вариантов есть целых два разъёма – под большой и маленький джек. Но всё-таки самое главное – это непосредственно звукоусиление. Сейчас очень часто, причём не только в бюджетной технике, можно встретить импульсные решения в классе D. У них есть как плюсы, так и минусы. Но нет главного – десятилетий практического опыта в разработке и реализации. В данном случае используется как раз-таки традиционный класс AB, который обеспечивает выходную мощность до 150 Вт на канал при нагрузке в 4 Ом. Впрочем, догадаться в этом можно было даже по солидной массе аппарата – целых 8 кг. В комплекте есть даже компактный и полнофункциональный пульт DU. Звучание этой модели можно охарактеризовать как динамичный и в то же время достаточно детальный, с хорошей проработкой всего частотного диапазона. Энергичность удачно сочетается в нём с комфортностью и вкративостью, что особенно заметно на разного рода камерных жанрах, например, салонном джазе. При этом высокий фактор демпфирования гарантирует уверенный контроль большинства акустических систем, в том числе и полноразмерных напольных образцов. Скажем так, относительно доступная стоимость сочетается в нём с практически бескомпромиссным качеством и уж явно исчерпывающим функционалом. Что характерно, 80D протестировали многие специализированные журналы, как местные, так и международные. Все они высоко оценили его достоинства и удостоили различных премий. Ещё один аппарат от изобретательных норвежцев носит индекс 6DX. Это уже вторая версия флагманской модели. И тут перед нами совершенно другая история. Это без всякого преувеличения в высшая лига усилительных строений. Дальше идут только раздельные решения за совершенно другие деньги. В производстве он считанные недели, но уже успел получить заслуженные 5 звёзд от профильного издания. Буквы DX в его названии отличают его от базовой шестёрки наличием фирменного модуля, с помощью которых осуществляется сетевое подключение и цифроаналоговое преобразование. Помимо традиционной цифровой коммутации, усилитель может работать с такими потоковыми сервисами, как Spotify, Tidal, Cobus, а также поддерживает Bluetooth, AirPlay и прочие модные плюшки. Управляется всё это великолепие через фирменные приложения для мобильных устройств. Аналоговая коммутация тут как небалансная, так и балансная. А что касается выходной мощности, то она составляет 200-ваттный канал при нагрузке в 4 Ом и фактически удваивается при 2 Ом. Однако учтите, что это весьма увесистая машина, поэтому выбирая для него стойку, удостоверьтесь, что она выдержит 20 с лишним килограмм аудиофилии. Описывать звучание подобной техники задачи, в общем-то, неблагодарны. Хвалить её достаточно банально, поскольку её достоинства очевидны, а ругать особо и не за что. Тем не менее, уникальность именно этого аппарата в его почти эталонной универсальности. Он умудряется считать в себе исчерпывающий современный функционал и традиционное качество звучания. К нему можно подключить и какой-нибудь ретро-проигрыватель, и новейший потоковый сервис. При этом и то, и другое в его интерпретации прозвучит превосходно. Это объективно больше, чем просто усилитель. Это самый настоящий центр домашних развлечений, для которого, по сути, обязательно только колонки. При этом колонки могут быть абсолютно любыми. Ему всё по плечу. И отдельно хочу отметить оригинальную отделку корпуса. Она, с одной стороны, достаточно традиционна, а с другой — сугубо индивидуальна. Аппарат электрокомпонент не перепутает ни с какой другой. В следующем году исполняется 40 лет американской компании «Парасаунд», основанной Ричардом Шрамом. Закончив Калифорнийский университет в Беркли, Ричард работал в местных компаниях по производству и продаже аудиотехники. Затем устроился совместное предприятие CBS с Sony. Собственно говоря, сочетание самобытной американской схемотехники с японскими инженерными решениями и привело к появлению теперь уже легендарной марки. Приведу лишь один пример. Киностудия Lucasfilm в титрах к «Звёздным войнам» благодарит «Парасаунд» за качество аппаратуры. Да-да, матерые профессионалы выбирают домашнюю технику, потому что она полностью отвечает их строгим запросам. Но вернемся к нашему усилителю. Сама по себе серия New Classic существует в линейке этого производителя 15 лет. Изначально, будучи задуманной как аппаратура для инсталляторов, впоследствии она стала популярной и у простых потребителей. Что же касается интегральной модели под индексом 200, то она была представлена прошлой весной. Как видите, аппарат полноразмерный по глубине и ширине. Что же касается высоты, то без учета ножек он составляет ровно одну монтажную единицу или юнит. Это стандартный размер для профессиональных 19-дюймовых стоек. Усилитель весит чуть больше 5 килограмм. Именно такой массы от него и ждешь с учетом половины высоты. Помимо стандартных аналоговых входов, сюда можно подключить фонокорректор для MMMC-головок, а также имеется оптический коаксиальный USB-вход. Выход тут тоже непростой, а в формате 2.2. То есть помимо колонок можно подключить и пару активных сабвуфер. Выход баса на колонке можно ограничить на частоте до 140 Гц. Выход на сабвуфер отфильтрован до 80 Гц. Выходная мощность усилителя превышает 100-ваттный канал. Тут используются импульсные модули датской компании Pascal. Это очень популярное решение как для домашней, так и для профессиональной техники. В комплекте имеется полнофункциональный пульт ДУ с подсвечивающимися клавишами. Если честно, лично мне было бы жаль убирать такую красоту в стойку. Ему самое место за рабочим столом или в какой-нибудь компактной системе. Играет этот аппарат настолько же хорошо, насколько и неожиданно. Глядя на него, ждешь то ли американского размаха с толикой неряшливости, то ли такого же компактного звука, как и он сам. А в итоге получается, что звучит он как полноценная, совершенно небюджетная модель. Чисто, насыщенно, с абсолютно достаточной деталировкой, без перекосов в тональном балансе и с уверенной динамикой. Безусловно, тут есть и заслуга Pascal. Но интегральный усилитель — это все-таки совокупность решений, а не только выходные каскады. Отдельно стоит отметить совершенно адекватный усилитель для наушников. Он, как и дополнительный вход на передние панели, еще один довод не прятать такую новинку с глаз долой. Спасибо, что смотрели наш обзор. Надеемся, для вас он был полезным и поможет выбрать тот усилитель, который подходит именно вам. Участвуйте в розыгрыше, оставляйте комментарии с правильным количеством смайликов. Не забывайте подписываться и поставить лайк. Да пребудет с вами удача! До новых встреч в следующих обзорах! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok